Коллеги, доброе утро. Корреспонденты керчевского филиала уже готовят свои информационные сюжеты о самом интересном. Мы также будем рассказывать сегодня во время прямых включений. Ну а я расскажу немножко о теме последних дней в Керчи. Это демонтаж парка аттракционов на городской набережной. Этот парк помнит несколько поколений керчан. Его самый старый элемент установили больше 40 лет назад. Несколько раз поднимался вопрос возможного ремонта парка. Однако в 2016 году его признали аварийным и запретили для эксплуатации. Наша съемочная группа недавно наблюдала, как демонтировали один из самых громоздких элементов парка. Это колесо обозрения. Его построили еще в 1985 году. Демонтаж производили при помощи специальной лебедки, которая позволяла контролировать центр тяжести. Сейчас пока демонтаж не завершился, о том, как он будет продолжаться, когда закончится, нам расскажет Роман Бобров, директор муниципального унитарного предприятия «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг». Роман Александрович, здравствуйте. Расскажите о том, почему возникла необходимость демонтировать парк именно сейчас и когда демонтаж завершится. Доброе утро. Немножко истории. Парк культуры и отдыха был присоединен к нашему предприятию в качестве проекта по сокращению количества муниципальных предприятий. И после присоединения в 2017 году активно изучался вопрос о том, что же дальше с ним делать. Потому что не может на предприятии висеть грузом убыточная составляющая часть. Поэтому долго думали, долго решали и приняли решение о том, что парк необходимо менять. Конечно, перемены парка возможны только глобальные перемены. Возможно только после реконструкции городской набережной. Но и в настоящее время наша цель развить то, что есть. Развить и получить максимальную прибыль. Два года, если честно, было очень тяжело вести парк, потому что он был убыточным. Была задолженность по заработной плате. Но последний год, последняя ярмарка, которую мы провели и организовали, она дала небольшую прибыль. Эта прибыль нам позволила немножко модернизировать парк, изменить подход и изменить уже внешний облик. Поскольку демонтаж аттракционов, честно говоря, уже порядка трех лет как просто был необходим. Об этом говорили и жители города, и гости. Мы сами прекрасно это все понимали. Но не на все есть средства. В настоящее время на демонтаж аттракционов затрачено порядка миллиона рублей. Это даже ниже рыночной стоимости. Поэтому считаю, что в принципе нам это обошлось недорого. Вот осталось буквально три или четыре дня до того, как я подпишу акт приема-передачи тех площадок, которые у нас образовались после аттракционов. Что дальше? Самое главное, то, что у керчан и у нас, в принципе, основная наша проблема. Что же будет дальше с парком? Наша цель не уничтожить. Наша цель реорганизовать, изменить и сохранить. И то, что есть, мы обязательно сохраним. А то, что мы получим впереди, тут уже зависит только от меня, не только от руководства города, но и от всех жителей города. Что мы сможем предложить инвестору, что мы сможем предложить тем людям, которые придут и смогут какие-то такие интересные вещи предложить, для того, чтобы мы могли разместить это в парке, тут уже зависит от каждого жителей. Поэтому я инициировал на наших новостных сайтах, думаю, и вы подключитесь в этом вопросе к нам. Мы хотим провести опрос, что необходимо жителям города, что люди хотят видеть в городе, хотят видеть на набережных, хотят видеть в парке культуры и отдыха. Поэтому мы интересуемся, что надо людям, и мы готовы к любым проектам, к любым начинаниям, к любым идеям. Поэтому ждем, ждем, что люди нам предложат. И вместе мы будем идти вперед и думать уже дальше, как развить парк. У нас в предстоящий год я планирую увеличить доходность этого парка минимум в два раза. Поэтому будет будущее. Будут аттракционы, будут ярмарки, будет развитие. Дальше вместе придем к тому, чтобы зарабатывать для города деньги. Роман Александрович, а вот как проходил сам демонтаж? Что будет, в конце концов, с теми элементами, которые рабочие сняли с Керченской набережной? Какова их судьба? К сожалению, демонтаж показал, что те аттракционы, которые у нас были, набережные, они вообще не подлежат восстановлению. Очень многие элементы были прогнившие, очень многие элементы были аварийные, очень много элементов, в принципе, вообще нельзя было эксплуатировать уже лет 10 как. Поэтому единственный вариант, который нашелся, это на металлолом сдать. Другого применения, к сожалению, никто не захотел ни покупать, ни брать. Потому что уже состояние не соответствовало тому, чтобы это можно было продать. Роман Александрович, а все-таки, что касается будущего парка аттракционов, как вы это видите, предполагаете ли, что это будет исключительно инвестиционный проект, или это будет какое-то вместе с вами софинансирование? Скажу честно, вариантов очень много. Варианты различные, вариантов можно предложить массу. И тут зависит только от того, насколько правильный инвестор придет в город Керчь, насколько он предложит правильные условия взаимодействия. Мы готовы и совместно участвовать в различных проектах, и предложить единоличное участие инвестора. Но нужно понимать, что хуже точно быть не должно. Должно быть только лучше, и причем намного лучше. Задача развить город, развить те территории, которые у нас есть, привлечь сюда туристов. Если мы выбрали направление развития в туристическом трусле, то мы должны создать условия для приема гостей, для того, чтобы люди приезжали сюда, видели, отдыхали, и город должен меняться. Инвестор должен это осознавать, что его задача не только просто разместить тот бизнес, который он будет зарабатывать, но еще и участвовать в жизни города, в развитии его. То, что мы видим, да, это должен обязательно быть парк аттракционов, потому что туда, как вы говорили, уже несколько поколений людей привыкло приходить и с детьми отдыхать, и с семьями. Поэтому парк аттракционов будет. Это я говорю с полной уверенностью, что аттракционы там будут. Какие они будут, опять же, мы сейчас будем изучать, заниматься, активно работать в этом направлении. Роман Александрович, а какие-то предложения уже от инвесторов поступали? Были, обсуждаем. Сейчас активно ведем переговоры по многим направлениям, но одно из основных, над которым мы думаем, это создание канатной дороги на Митридат с парка культуры отдыха. Это тоже тот проект, который, в принципе, позволит заменить колесо обозрения на территории парка, поскольку рассматривался вариант закупки колеса обозрения нашим предприятиям. Но, к сожалению, мы понимаем, что стоимость колеса около 300 миллионов. 300 миллионов наше предприятие пока не способно направить в закупку колеса. Поэтому посмотрим. Я думаю, что найдем альтернативы, найдем какие-то новые направления, новые аттракционы. Это не какие-то там дешевые китайские аттракционы, которые часто ломаются. Мы будем искать тех людей, которые придут и построят что-то хорошее. Роман Александрович, в тот период, когда там еще не будет реализован инвестиционный проект, где керчане смогут отдохнуть с детьми? Будут там какие-то другие аттракционы, другие возможности для отдыха? Ну, мы как-то три года до этого жили. У нас, конечно, те аттракционы, которые были размещены на набережной, они немножко, ну, не те, которые хотят видеть керчане, но, конечно же, будут аттракционы, будут предприниматели, будет ярмарки, будет организованный ряд мероприятий, в том числе и на Новый год. Поэтому приглашаем всех на нашу ярмарку, на набережной городской. Ждем гостей. Спасибо большое, Роман Александрович. Я напоминаю, что у нас в студии с нами беседовал Роман Александрович Бобров, директор муниципального унитарного предприятия «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг». Мы говорили о судьбе Керченской набережной и парка аттракционов. На этом пока все, коллеги, я передаю вам слово.